Привет! Сегодня подбираем ноутбук для Exocad. Также мы разберем, какой ноутбук будет оптимален для сканирования, для расчета стратегии фрезерования, на какие компоненты стоит обращать внимание более детально, что является опциональным. Ну и, в общем-то, приступаем. У нас 2004 год на дворе. Версия программы на текущий момент актуальна. Это 3.2. Elefcina. Официальный сайт компании Exocad. Здесь вы можете ознакомиться с базовой информацией, которая касается этой программы. Все на английском языке. В принципе, сейчас существует довольно немало различных решений по автопереводу, в том числе в видео. Не буду сильно здесь разбирать какие-то моменты. В принципе, про этот софт уже мы обсуждали. И не забывайте, что компания Exocad не разрешает никакой критики в свой адрес. У них есть компании, которые занимаются выявлением такой информации. И бан, бан на YouTube, они покойненько отправляют всем, кто хочет что-то плохое слово скажет про их софт. Вот поэтому мы не будем на этом царять внимание. Всю информацию про, скажем так, те аспекты, которые мне нравятся в софте, я открыто вещаю в Telegram-площадке. Это у нас, соответственно, чат ExocadExperts. А также мои ресурсы в ВК. Туда, куда они дотягиваются, капиталистические лапы компании Exocad и их партнеров. В общем-то, что ключевое нам нужно сами понимать? Это ссылка вот на Вике Exocad Hardware Requirements. Здесь мы видим базовую информацию, которая касается железа, железа для Exocad. На самом деле требования не так, чтобы сильно-то высокие. Вы можете видеть здесь процессоры Intel 11-го поколения и 5000-я серия Ryzen. Важный момент. Мы видим сами здесь параметры, которые касаются именно настольных рабочих станций. То есть это стационарные решения, это не мобильные процессоры. И из той информации, которую мы здесь видим, нам нужно вычленить несколько параметров. Итак, здесь с большим запасом указаны процессоры 9-е, соответственно, i9 и Ryzen 9. Это считаются топовые процессоры. Однако этот момент мы можем слегка игнорировать. Да, программа требует серьезного мощного процессора, но нам не обязательно использовать i9. Вот эта рекомендация, которую мы с вами здесь видим, она в большей степени будет работать гибридно с комбинацией. То есть если мы берем компьютер как рабочую станцию, вот это очень важный момент, что мы ставим такой компьютер себе в лабораторию и на нем будем сканировать, моделировать, считать стратегии фрезерования. В таком случае однозначно я буду рекомендовать именно i9 и на самом деле, сразу сказал, i9, только Intel. Запомните это правило, это ключевой аспект. Ryzen для сканирования и для просчета стратегии фрезерования не оптимальны. Под них нет такой оптимизации, которая есть под процессоры Intel. Поэтому сразу первый пункт, да, если мы с вами берем универсальную рабочую станцию и ноутбук в том числе для гибридных взаимодействий, и скан, и дизайн, и просчет, мы берем только процессоры компании Intel. И здесь, да, приоритет мы отдаем в пользу процессоров i9. Соответственно, дальше мы видим с вами параметр RAM, это у нас оперативная память. Оперативная память требуется минимально 16 гигабайт, на 8 вам будет тяжело работать крайне. 16 уже, в принципе, вполне адекватная цифра, значение для всех простых проектов. Однако, опять же, да, если мы здесь с вами возвращаемся к сканированию, это касается особенно современных сканеров Medit, и особенно касается Medit настольных, интеральных тоже на самом деле, вы это правило тоже нарушаете. Почему? Потому что, ну, во-первых, уже сейчас есть пятое поколение, по-моему, да, DDR5, и вы ставите минимум, минимум 32 гигабайта оперативной памяти, в том числе как на настольных решениях, так и на ноутбуках. То есть здесь мы не будем брать вот это вот количество оперативной памяти 16, мы берем значение минимальное 32 гигабайта оперативной памяти, а лучше больше. Соответственно, неоднократно слышал, читал в чатах истории про то, что Medit, особенно 710-я версия, они очень, в общем-то, любят потреблять большое количество оперативной памяти для просчетов сканирований, особенно больших проектов высокой детализации. Да, это, соответственно, те параметры, которые касаются процессора оперативной памяти. Дальше мы идем с вами в сторону графики. С графикой у нас с вами, в принципе, тоже правила очень простые. Вы не читаете никакого AMD. Я крайне не рекомендую связываться с процессорами AMD все, что касается дентального софта. Да, Exocad здесь позиционирует определенную модель видеокарты, однако я неоднократно встречал также, сам лично я не сталкивался с этими проблемами, потому что я придерживаюсь того правила, которое я вам называю, да, но у некоторых коллег я видел, что в действительности на видеокартах AMD, не на всех, а на каких-то определенных, могут быть ошибки отрисовки графики. Это особенно касается отображения окклюзионных контактов в программе Exocad. Ну, это, скажем так, не суперпроблема, но вызывает определенный дискомфорт. И здесь сэкономить получатся не такие большие деньги с точки зрения функционала, да, то есть, но NVIDIA — это обязательный, обязательный компонент, который мы строго соблюдаем при подборе как ноутбука, так и при подборе стационарного решения — это карточки NVIDIA. NVIDIA обязательно. Никаких других решений вы не должны рассматривать для того, чтобы работать стабильно и уверенно с точки зрения взаимодействия с разным софтом. Опять же, Exocad может прощать какие-то подборы компонентов немного альтернативных, но программы сканирования, программы расчета стаблиги фрезерования, если там в меньшей степени зависимость, конечно, от видеокарты, но это NVIDIA, обязательно NVIDIA. И в том числе я пока что сомневаюсь, что мы получим хорошее решение и от Intel, хотя они тоже занимаются созданием своих видеокарт. Это все на перспективу, на текущий момент мы с вами никаким образом не нарушаем вот эту компонентную базу. Процессор — это Intel, если у нас универсальная рабочая станция, разница мы хотим сэкономить и только для моделировки. И обязательно видеокарточка NVIDIA. Дальше у нас идут параметры разрешения экрана. Рекомендуется вот этот параметр, да, это 2К мониторы и, в общем-то, 4К. Однако, я вам скажу тоже честно, я не использую монитор 4К. У меня и 2К нет монитора. В моем ноутбуке обычный Full HD. Это более чем достаточно. Да, у вас будут какие-то иконки очень большие. Это может немножко вызывать дискомфорт, но в целом, на самом деле, с точки зрения функционала рабочего, вы никаким образом страдать не будете. Ну, или, в общем-то, соответственно, мониторы разрешения. Здесь тоже все подбирается строго индивидуально. Оптимальным монитором, да, если мы говорим про настольное решение, это 24 дюйма. Можно взять больший охват, это около 27 дюймов. 32 – это уже история про то, что, скорее всего, вам будет нужен монитор изогнутый для большего охвата пространства, ну, или какие-то вы специальные задачи решаете таким большим монитором. Может быть, работа в двух окнах, да, я не утверждаю. Лично у меня был монитор на 32 дюйма. Мне не понравилось, потому что мне физически приходится крутить головой для того, чтобы перефокусироваться из одного участка монитора в другой. Вот, поэтому я здесь настаиваю на таком месте, что вам нужно подобрать что-то подходящее строго под вас и не брать сразу какое-то супердорогое решение, которое будет топовое на рынке, но при этом потом будет вызывать у вас определенный дискомфорт. Ну, и дальше, соответственно, мы сами видим какие-то параметры минимальные. Здесь, соответственно, это смешные цифры. Почему? Потому что, скорее всего, вот все, что мы сами здесь видим, вот в этом пункте, это касается докторов, которые хотят просто открывать проекты в XK. То есть, конечно же, вам супермощный компьютер для того, чтобы просто открывать какие-то проекты, он не нужен. Но если мы говорим сами про комфортное взаимодействие с софтом, если мы говорим с вами в действительности про формат дизайна, то есть, когда мы в действительности занимаемся проектами, а не просто их крутим, здесь нам потребуются эти параметры сильно-сильно менять. То есть, эти компоненты уже неприемлемы для удобства в взаимодействии с программой дизайна, а не проверки. Дальше есть определенные нюансы, которые касаются опций софта, таких как приложение Partial Cut для моделировки бюгельных каркасов. Оно более требовательно к видеокарте. Заметьте, здесь написано 4 гигабайта графики. На самом деле нужно 6, да, это самое меню, и я к этому тоже немножко перейду попозже. Вот, соответственно, дайком в юре требует... Ну, здесь очень заниженные, на самом деле, написанные параметры. Мне, честно говоря, слабо верится, что это будет нормально работать на таких вот сборках с такими вот параметрами. То, что касается программного обеспечения. Здесь у нас все просто. Windows 10 однозначно, 100% рекомендация — это Windows 10. Более того, моей рекомендацией личной будет использование таких сборок. Вот, конечно же, вы видите, которые здесь указаны, да, то есть 18.09, 19.09 и более новые. Что же я вам рекомендую? Существует огромное количество специальных сборок профессиональных, но не с точки зрения того, что это Windows Professional будет, а с точки зрения того, что в версии Windows 10 нам нужно установить такую сборку, из которой будет вырезана вся слежка. Ищите в интернете таких сборок немало. Это крайне моя персональная рекомендация. Не нужно никакую информацию персональную про себя осветить никому из компаний, которые могут этим воспользоваться. Поэтому это все мы устанавливаем с такой вот виндой, которая будет полностью модифицирована под использование без сбора ваших данных. Windows 11 поддерживается, но мне крайне не нравится, хоть я сейчас на Windows 11 сижу и пользуюсь им. Встречаю ошибки, которых никогда не встречал на Windows 10, вплоть до вылетания софта без сохранения. То есть это происходит незаметно, пока вы переключаетесь между вкладками. Exocad просто закрывает какие-то проекты, и сохранение происходит. Это было на самом деле не регулярной историей. Это было на определенных апдейтах Windows 11. И, конечно же, откат системы назад с обновления помогает решить это. Но все равно вот эта вся система, которая существует на Windows 11, это в основном вызывает только головные боли. Поэтому Windows 10 100% это абсолютная рекомендация, которую от меня я вам даю. То есть Windows 11 можно работать, но как таковой суперэстетики от этого вы не получаете. Решения искусственного интеллекта, они так недоступны, в общем-то, в принципе, да, по каким-то территориальным особенностям. Ну, если у вас есть возможность приобрести какой-то аккаунт заграничный, какую-то учебную лицензию, ну, в принципе, этим можно пользоваться и экспериментировать. Мне в целом это не помогает с точки зрения взаимодействия софта. Так, дальше что? Здесь есть какие-то параметры, которые обязательно устанавливаются на это все, скачиваются с программы Exocad, да, то есть это вот фреймворки. Ну и, в общем-то, все. То есть дальше какие-то периферийные устройства, мышка и клавиатура — это стандарт, да. Переходим теперь к ноутбукам. Я возьму Яндекс.Маркет. Это просто, ну, такая довольно популярная площадка для продажи электроники. Есть, конечно, варианты смотреть на Озоне, есть варианты смотреть на других площадках, таких как Авито. И мы с вами сейчас будем смотреть не столько на цены, сколько именно на характеристики и на то, что мы будем необходимо вот строго соблюдать при подборе. Однако, конечно же, я вам не рекомендую строго смотреть то, что я буду здесь вам демонстрировать. По ссылкам, по ценам это будет зачастую на Яндекс.Маркет идут с очень большой завышенной стоимостью какие-то позиции ноутбуков. И вы можете найти альтернативно на Авито, да, то есть там тоже очень много уже поставщиков появилось, которые привозят очень интересные модели ноутбуков и под заказ, и в наличии. И при всем при этом это будет, скажем так, совершенно другая цена, более комфортная, более удобная. Вы можете смотреть варианты с BU-ноутбуками тоже, это вполне допустимая история. Я неоднократно покупал такие ноутбуки, и некоторые у меня в пользовании есть. И это как бы, если компьютером пользуюсь аккуратно, это не приводит к каким-то большим параметрам, то есть каким-то дискомфортным, то есть этим можно тоже пользоваться. И если для вас критично подобрать именно в минимальном ранге цены, какой-то ноутбук для начала, для старта работы с цифрой, конечно же, в эту сторону вы можете спокойно смотреть. Главное просто внимательно подбирать. И, конечно же, после покупки сразу на таком ноутбуке менять термопасту, жидкий металл, если имеется в виду такое охлаждение на каких-то ноутбуках. Это в основном, что у нас, это, я насколько понимаю, Asus Republic of Gamers. У нас все с жидким металлом сейчас идут на процессоры, некоторые на видеокартах тоже. Вот, ну это, соответственно, то, что необходимо просто отдать в сервис, ноутбук такой, и поменять, освежить все, что касается охлаждения. Итак, ну что ж, все, начинаем подбор ноутбука. Берем, открываем ноутбуки, вкладку, и смотрим сразу. Конечно же, вот такой ноутбук нам абсолютно не подходит. Собирательной памяти 8 гигабайт, это фатально мало для всего, что касается дентального софта, их заказа в том числе. И, в общем-то, кстати, да, сразу спойлер. Все ноутбуки Apple на процессорах M, собственные разработки, архитектуры, не работают, не применяются для работы с их заказом. Забудьте про все это на текущий момент, пока нет специально оптимизированной версии Windows, которая будет через эмуляторы и прочие-прочие истории перестраивать процессоры MacBook на M-чипах в архитектуру x86. Это не будет работать, и это, прежде всего, связано со всеми эмуляторами. Поэтому про этот момент забудьте. Вы можете взять какой-то ноутбук Apple на процессорах Intel, но это 2019 год. Самый последний ноутбук, который выходил, это был MacBook 16 с Intel i9 и i7 и, соответственно, с видеокартами Vega от AMD. То есть тут сразу нам неприемлема видеокарта AMD. Это, в общем-то, не просто так, да, компания Apple ушла с этих видеокарт, с процессоров Intel. Вот, поэтому я знаю, ребят, тех, которые пользуются экзакадом регулярно с виндой на Apple, но это особая категория, скажем так, взаимодействия, и мне некомфортно абсолютно. Но это моя позиция. Вот поэтому здесь мы с вами подбираем однозначно решение профессиональное. Оно у нас ориентировано, прежде всего, на заработок денег, да, с точки зрения взаимодействия, опять-таки, с медицинским сегментом. И это профессиональное решение. То есть мы работаем с вами с Windows ноутбуками. Ну, конечно же, никто вам не запрещает поставить в Steam, какие-то игрушки закинуть и немножко играть, да. Вот, ну что, начинаем подбирать компоненты. С чего начнем? Давайте в первую очередь мы разберем подборку с минимальной точки зрения компонентов. Итак, вводим оперативной памяти 16. Какие процессоры я могу рекомендовать? Если мы, опять-таки, говорим с вами про взаимодействие с суперпростыми проектами, с одиночными коронками и то, что касается проверок работ, то есть это может быть ноутбук, который купит себе керамист для того, чтобы проверять проекты, или доктор, у нас тамотолог для того, чтобы просто у него компьютер стоял и на нем можно было проверять то, что делает дизайнер, присылает, то мы можем с вами взять вот такие процессоры. AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 5 Pro и, в общем-то, мы можем взять процессоры Intel Core i5. Соответственно, вот это те сетапы, параметры, которые мы взяли. Что мы дальше с вами ищем? Здесь, на самом деле, количество памяти SSD-диска будет опционально. Вы можете подбирать под ваши задачи, под ваши возможности. И видеокарты. Смотрите, я также здесь, соответственно, не буду делать ограничений по видеокартам, кроме нескольких моментов. Так, здесь, вверху списка этого параметра не было. Объем видеопамяти. Смотрите, мы с вами выберем объем видеопамяти 4 гигабайта. И обязательно тип видеокарты дискретный и встроенный. Все, то есть, начинаем поиск, допустим, подешевле. И так, смотрим, что у нас здесь. Ну, здесь очень старый процессор. Смотрите, восьмое поколение. Это, наверное, 2018 год или 2019. По-моему, что-то такое. Поэтому это мы не рассматриваем. Десятый — это, по-моему, 20-й год. Тоже я бы уже не смотрел. Соответственно, мы можем спокойно смотреть процессоры от 11-го поколения. Вот, например, вот этот. Смотрите, если уж очень критично взять ноутбук максимально простой, да, но для открывания проектов и базового использования. Вот этот ноутбук мы уже можем спокойно взять. У нас экран 17 дюймов, Full HD, 144 Гц. Для глаз это будет комфортно, 144 Гц. Не знаю, какая там будет матрица. Скорее всего, что-то будет очень простенькое. Видеокарты на 4 ГБ видеопамяти. Этого будет хватать даже для корректировок. Ну и такой процессор себя спокойно будет показывать. Вот это я, наверное, рекомендовать уже не буду. Соответственно, и здесь у нас 5600. Кстати, тоже нормальный вариант с видеокартой. Вот это, конечно, слабовато. GTX, да, потому что это старое поколение. Вот этот ноутбук с RTX карточкой будет более актуален. Это свежее, это интереснее для взаимодействия с графикой. Но вот здесь вот решение еще более интересное. Смотрите, тоже у нас процессор i5 11-го поколения, но уже карточка 3050. То есть еще более свежая, более новая. И переплата буквально 4000 рублей. То есть вот этот момент вы можете подобрать базового для себя, для каких-то моментов, да, именно взаимодействия с проверкой файлов или начального уровня проектов, небольших кейсов. Вот, то есть это самый вход в дизайн. Опять-таки здесь цены могут быть где-то интересные, где-то неинтересные. Это вы уже от этих компонентов, опираясь, ищите на различных маркетплейсах и площадках. Теперь что мы сделаем с вами? Мы с вами сбросим, какие параметры. Мы убираем 4 гигабайта видеопамяти, убираем AMD Ryzen. И смотрите, мы оставим... Нет, сейчас на данном видео. Мы с вами выберем 16 гигабайт оперативной памяти и добавим еще 32. Почему так? Потому что в большинстве ноутбуков, которые продаются, они будут базово иметь 16 гигабайт оперативной памяти. И очень частое явление, когда у вас 8 гигабайта установлено на материнской плате и их демонтировать нельзя. А 8 гигабайта можно поменять плашку. Например, туда можно поставить какое-то количество видеопамяти, те же самые 32 гигабайта или 16 дополнительно, и докинуть в общее число оперативной памяти. Моя рекомендация, конечно же, смотреть ноутбуки с 32 гигабайтами оперативной памяти. Это будет уже, скажем так, возможность расшириться еще на 30 гигабайта, ну, на более свежих ноутбуках. Вот, это будет для нас более удобным форматом. И теперь смотрите, что мы с вами будем вводить. Когда мы говорим с вами про ноутбук для уже комфортной работы с дизайном, именно когда мы с вами взаимодействуем с проектами разного уровня, это All-on-X конструкции с Дисной, без Дисны, когда у нас идут дуги. В общем-то, да, с точки зрения дизайна, объединенной конструкции в одну дугу, то есть одиночной реставрации. Это будет касаться очень серьезных проектов по отрисовке графики. Опять же, нам нужно будет просчитывать обязательно виртуальный артикулятор. Это, соответственно, тоже потребует дополнительных, в общем-то, ресурсов. И то, что касается, в принципе, КЛКТ. КЛКТ — это отдельный, скажем так, подраздел взаимодействия. И тут нам потребуется реальная мощность. Итак, с чего начнем? Соответственно, AMD Ryzen 7 и Ryzen 7 Pro. И берем Intel Core i7. Я беру пока что буквально... Так, давайте Core i9 мы пока уберем. Вот у нас получаются Ryzen 7 и Intel i7. Смотрите, дальше нам нужно будет количество SSD от 512 гигабайт. Меньше уже не особо будет комфортно взаимодействовать. И дальше, в общем-то, диагональ экрана от 14 до 18 — это окей. В принципе, это нормально. И дальше, объем видеопамяти ставим 6 гигабайт. Это будет самый минимум, который нам нужен для комфортного взаимодействия вот с этим вот дизайном универсальным. То есть касается работы и простых, и сложных, и нагруженных проектов. Что мы видим в первую очередь? Смотрите, Dell G3 3779. Смотрим. Процессор очень старый. 8750H. Это, соответственно, по-моему, 18 или 19 год. Это 18, скорее всего. Такие ноутбуки с таким процессором у меня были. Dell тех времен уже я бы не рекомендовал однозначно категорически нет. Также, смотрите, процессор идет более на один год моложе. Соответственно, девятое поколение. Мы не смотрим Intel ни девятого, ни восьмого, ни десятого поколения. Десятое является по многим обзорам субъективным, объективным. Это самое худшее, что было с Intel. На одиннадцатом они немножко исправились. На двенадцатом они вышли на очень высокий уровень. Ну, тринадцатый, соответственно, тоже очень высокий уровень производительности поколения процессоров. Вот, поэтому листаем это. Листаем, листаем, листаем. Я думаю, что здесь нам может быть прилично пролистать. В общем, почему-то много, смотрите, старых ноутбуков Dell Precision. Когда-то у меня были такие рабочие станции, но сейчас я абсолютно не рекомендую. Тем более Quadro. Карточки Quadro абсолютно тоже не рекомендую. Строго берем RTX карточки обязательно. Ну, GTX тоже очень нужно сэкономить, но я не советую. Вот, смотрите, у нас Ryzen 7 здесь появляется. Это, по-моему, тоже 19-го года. 20-60 уже неплохо вы уже сможете работать. И, смотрите, вот между этими двумя ноутбуками разница у нас, по сути, 3000 рублей. Но при этом, при всем здесь мы получаем, смотрите, вместо третьего поколения, пятое поколение процессора Ryzen, да. И, смотрите, у нас здесь опять на памяти 16 гигабайт, 512 у нас SSD диск и 30-60. Слушайте, это практически идеал с точки зрения компонентной базы. Я могу включить вам, показать, какой у меня ноутбук. Сейчас буквально переместимся вот так вот. Смотрите, у меня, по сути, ноутбук, которым я сейчас пользуюсь активно, да, то есть это то, с чем я регулярно езжу проводить курсы. То, на что сейчас я записываю это видео. Это, собственно говоря, ноутбук 2021 года. Это ASUS Republic of Gamers Zephyrus G15. У меня здесь установлено 32 гигабайта оперативной памяти. SSD диск, на самом деле, на 512 гигабайт. У меня стоит процессор AMD Ryzen 7 58HS, но если мы берем 58H, это тоже очень адекватный процессор для работы с ExoCAD. И видеокарточка здесь стоит, смотрите, 30-60. 30-60 бывают разные. Есть более мощные, более слабые параметры, которые вас должны интересовать при подборе. Это вот этот TGP 80, да, ватт. Соответственно, самые топовые ноутбуки могут иметь 130 ватт. Соответственно, там видеокарточка может себя гораздо лучше раскрывать по потенциалу. Вот этого будет вам, в принципе, базового хватать. Но это минимум, да, соответственно. Сейчас уже эту информацию не пишут в сборках. Я не особый фанат ноутбуков фирмы HP. Но, в принципе, Victus, у него будет главный минус. Знаете, что у него экран будет, у него слабо держится. Его экран прям трясется, если вы отпечатаете что-то на этот текст. Он немножко дискомфортен с точки зрения того, как он собран. Но он будет адекватно работать. Поэтому между двумя этими ноутбуками, да, соответственно, вот это категорически я бы не стал брать, а вот это я бы рекомендовал. Но, но, смотрите, дальше мы листаем список. Опять-таки, 10-е поколение мы смотрим. Вот 11-е поколение уже нам интересно. Тоже уже карточка нас устраивает. i7 тоже, в принципе, более-менее нас устраивает. 17-дюймовый. Вот они, собственно говоря, вот этот ноутбук. Вот он такой вот. Знаете, по-моему, это прям такой ноутбук, который у меня. БУ и уценка, смотрите, важный момент. Смотрите, это будет БУ ноутбук. Ну, честно говоря, стоял на витрине. На витрине это еще ладно, да. То есть, естественно, в принципе, теоретически, да, это, это похоже, что прям мой ноутбук такой же, как у меня. Вот, но только 16 гигабайт. У меня 32 базового было, я специально отобрал в такой конфигурации. Но я ничего не обкрытил. Дальше. Смотрим. Lenovo Legion. Соответственно, Lenovo Legion 5. Это тоже ноутбуки, которые очень качественные с точки зрения сборки, с точки зрения системы охлаждения. И в целом, да, то есть, если мы сами смотрим на ноутбуки, вот что вам прежде всего нужно изучать. На какой сегмент вам нужно ориентироваться. Вот эти ноутбуки. Все, что касается, соответственно, если мы возьмем сейчас и просто порисуем немножечко. Вы смотрите Asus и смотрите Lenovo. Вот, Asus и Lenovo. Asus Republic of Gamers и Lenovo Legion. Вот эти две серии ноутбуков. Они будут разные, потому что Lenovo Legion 5, 7, Pro версии. Есть еще версии Y, Lenovo Legion Y. Это тоже легионы. И есть Asus ROG, Zephyrus, Strix, Strix Scar. И это все тоже разные модели. Но при этом при всем именно эти две марки я считаю самыми лучшими решениями для подбора ноутбука для работы с приложениями в дентальной сфере. Все же касается дизайна. Потому что я сам владею и Asus ноутбуками, и ноутбуками Lenovo, и Legion, да, соответственно, и Republic of Gamers. И я полностью доволен. Поэтому вот это строго не рекомендуется. Вот Legion 7, смотрите. Ну нет, тоже 10-е поколение вообще не смотрим. Здесь, смотрите, еще более свежий. Это, по-моему, 22-го года. Ноутбук тоже 30-60. И это TUF Gaming. TUF Gaming – это, получается, младшее подразделение Asus в игровом сегменте. Конечно, ROG будет поинтересен на ноутбуке. Но TUF Gaming тоже можно взять. У них, скорее всего, не будет жидкого металла на процессоре. Но это тоже, я не скажу, что является каким-то обязательным моментом. Так, дальше у нас здесь представители китайского производства. И за такую конфигурацию, которую мы видим, здесь очень-очень интересная цена. Даже вот если мы смотрим ее на Яндексе банально. Вот этот ноутбук. Процессор староват. Четвертое поколение я бы уже не стал брать. Смотрите, Acer Nitro. Теоретически, да. В принципе, можно их рассмотреть. Я не фанат фирмы Acer. Мне не нравится, как делаются их корпуса из пластика. Но в целом, по конфигурации здесь неплохо. Вот, поэтому если вы хотите сэкономить в подборе ноутбука, вы будете смотреть на процессоры Ryzen. Но вы будете ограничены, что это будет просто моделировочная станция с софтом Exocad. Если вам нужна более универсальная рабочая станция для сканирования, для пошлостратегии, вы сможете на Интеле. Вот тоже очень интересный вариант. Смотрите, процессы 12-го поколения. И при этом, при всем, еще 30-60. Соответственно, дальше идут 40-50. Да, тоже уже нам интересно. Но гигабайт я никогда не связывался с ними. Я не знаю, как бы они. Вот. Ну и, в общем-то, то есть в срединственном сегменте мы с вами обсудили, что нам нужно, да, смотреть. 40-60 просто класс. 40-70 супер. 30-70 тоже очень неплохо. Наверное, единственный мой совет будет не брать ноутбуки с 30-80. И мне кажется, вы не раскачаете эту видеокарту для дентального софта. Мне кажется, это будет переплата приличная, финансовая. Но при этом вы полностью функционал не раскроете. Дальше, смотрите, вот такие вот интересные ноутбуки. Тоже 12-е поколение. 16 гигабайт пятной памяти. То есть вы здесь везде по минималкам проходите. То есть и SSD маленький 512. Но, скорее всего, он будет скоростной. Но это нужно тоже смотреть по параметрам уже индивидуально. И 40-50. Смотрите, вот причем тоже момент 1000 рублей разницы. Но, конечно, конечно, я буду брать Lenovo Legion. Да, мне Zephyrus очень нравятся визуально. Я сам пользуюсь таким ноутбуком 15-дюймовым, да. Это супер стильные ноутбуки. Очень красивые. И легкие. Относительно 1,8 килограмма у меня. Это, скорее всего, тоже привезет на столько же весит. Но я выбрал бы такой. Функционал решает. То есть буквально, ну, извините меня, 1000 рублей, 1500 рублей разница. Но вы получаете процессор гораздо на целое поколение. Вы можете зайти на различные сравнения процессоров и технические данные. Technical Data, Technical City, по-моему, называется сайт. Там прям подборки можно процессоры выбирать и полностью видеть их сравнение. Тоже, смотрите, мод 13-е поколение HX. Получается процессор 14. Да, вот, вот, смотрите, тоже еще добавляем 2000. Просто получаем еще мощнее. Но он тяжелее, смотрите, 2,38. Здесь вес не указан. Но это некритичная история. Если вы ходите с рюкзаком, это поспокойненько все компенсируется. Ну, и теперь, соответственно, давайте подведем итоги. Ценовый сегмент — это 16 гигабайт противной памяти. Это Intel i7, если мы берем универсальную станцию для разных задач. И Ryzen 7, если мы берем только под заказ. Процессор Ryzen позволит вам немного сэкономить. Это будут не супербольшие деньги, но в какие-то моменты вы компоненты можете подбавить получше. Соответственно, в срединственном сегменте мы берем процессоры 2060, старовато, но еще можно ими пользоваться. 3060, 4050. Это будет у нас сэкономерный сегмент, с которым вы сможете комфортно работать. 6 гигабайт видеопамяти. Количество памяти вы можете с точки зрения диска SSD докупить себе внешними SSD-дисками и хранить какие-то данные дополнительные на них. То есть у вас можно взять и 512 гигабайт SSD-диск, либо терабайты. Ну, и теперь давайте посмотрим самый фарш. Убираем уже 16 гигабайт, ставим 32 минимум. Что мы убираем еще? Мы убираем Ryzen 7 и ставим уже, получается, Intel Core i9. Вот тот самый ноутбук, по которому мы с вами говорили, который может подойти вам под Exocad, при условии, чтобы поставить туда Windows. Ну вот, объем видеопамяти 8. Хорошо прям будет по мощности. Но не забывайте, процессор же старый, 2019 год выпуска, к тому же BU. Так, кстати, почему здесь вообще BU? Давайте уберем ценку, ставим только новые ноутбуки. Да, здесь, конечно, сразу ценник уходит у нас в 200 тысяч плюс. Я думаю, что на Marketplace не будет таких цен, они будут ниже. И вот, да, само собой, мы смотрим с вами здесь Core i9. И Ryzen 9 мы не будем смотреть. Ryzen 9 мы можем, в принципе, докинуть в предыдущую категорию. Там мы в основном увидим Ryzen 9 и 3060, или 3070, или 4060. Но, опять же, ограничение процессора Ryzen, к сожалению, накладывает свои особенности. Не весь дентальный софт под них оптимизирован. Поэтому топовое решение — это только интеловские процессоры и карточки RTX. Честно говоря, я бы не стал уже брать на 30-й серии, я бы смотрел на 40-й. Но здесь цены абсолютно неактуальны. Я думаю, что цены здесь нет смысла обсуждать. Ну, и я бы, конечно же, тоже смотрел бы прежде всего на Lenovo Legion. Сейчас, наверное, это будет одно из самых лучших решений. Какие-то ультракомпактные решения тоже не советую. Система охлаждения все-таки должна быть мощная, которая будет способна разгонять, в общем-то, вентиляцию и не перегревать ваш ноутбук, поддерживать высокую частоту процессора, да, и так троттлинг называется, когда он снижает, да, при высокой температуре. Ну, здесь, в принципе, очень много MSI. Насколько мне известно, MSI доступен для покупки в России с гарантией. И, возможно, стоит рассмотреть эти процессоры. Есть особенности экранов уже здесь. Мы видим, что это 4K, IPS, мини-LED. Различные интересные решения. Вот такой вот Flow X16 я бы себе ничего не взял. Вот такие вот ноутбуки Rockstrix, это да, это прям очень круто. Это лучшие ноутбуки. У меня был какой-то Strix. Единственный его минус — это тяжелый и большой, соответственно, потому что у таких ноутбуков есть дополнительный участок внешней части, боковой. Не все ноутбуки такие вот влезут в стандартный рюкзак и сумку, да, для ноутбуков. Они требуют большего отдела. Под ноутбук. Вот. Зен-буки тоже я бы не рассматривал. Все-таки Зен-бук такое решение эстетическое, да, дизайнерское. Какое-то более компактное, легкое. А здесь нам нужен, ну, вот он. Абсолютно игровой ноутбук. Камера опять появилась, походу, да, в этих ноутбуках. Хотя их раньше не было камер. 2,6 килограмма. Ну, в общем-то. И Lenovo Legion 7. Смотрите, 12-е поколение. Ну, в общем-то, опять-таки цена не в анутисенбук, да. То есть это не очень хорошее решение. Ну вот, да. Strix. Strix. С 16-й, 18-й дюймов. Разница будет в цене из-за экрана размера. И вопрос удобства переноски его каждый день. Наверное, не будет 18-дюймовый ноутбук удобен для постоянной переноски. Я думаю, что 40-80 мы тоже не раскачаем их за кадом. Думаю, что хватит 40-60 или 40-70. Более мощная видеокарта сомневается, что дадут вам какой-то прирост. Ну и в целом, соответственно, если мы подводим итоги, да, вот я дал вам компонентную базу, по которой вы можете подобрать решение для себя. Касаемо сканеров, смотрите обязательно рекомендации производителей сканеров, да, что они скажут вам, какие минимальные требования по компонентам. Опять же, я для работы использую вот такой ноутбук. Это 21-го года ноутбук. Два года он у меня отработал на оригинальной термопасте и жидкомедали на процессоре. Сейчас, в январе, я поменял это. Ноутбук прекрасно себя показывает. Да, он не суперсовременный. Здесь процессор 21-го года, карточка 3060 абсолютно базовая, не раскачанная по TGP, да, то есть это, ну, откровенно говоря, конечно, это уже устаревший ноутбук. Но он по-прежнему покрывает все мои задачи, которые я реализую, как по записи контента, видеоуроков, проведение курсов, создание презентаций и проектов с КТС. All-on-X конструкциями бывает одновременно. И я могу вам рекомендовать смотреть вот такие ноутбуки. Но не забывайте, это моя рабочая станция только для дизайна, только для Exocad и Blender и, естественно, там все, что такого базового. Для сканирования этот ноутбук я бы не советовал использовать, для почту стратегии тем более. Вот. Если хотите сэкономить, решение есть, возможность есть. Взять такие ноутбуки 21-го года, в том числе, может быть, слегка АБУ, на Авито, где-то еще. Хотите взять себе ноутбук, который в ближайшие 2-3 года вы будете использовать вообще, без каких-либо сомнений, на полную мощность. Используйте ориентирование по процессорам 13-го поколения. 12-13 поколения, карточки 30, 70, 40, 60. Тоже вам будет за глаза хватать определенный период времени, 2-3 года, и на игры тоже будет хватать. Дальше будем смотреть, какое будет развитие. Честно говоря, я заметил, что сильно значительного прироста в мощности мы не видим. Ноутбуки также плюс-минус такие же форматы. Меняются разрешения экранов. Меняется с 16 на 9 формат, с 16 на 10 больше ноутбуков. Мне это не очень нравится, потому что, так как я провожу много выездных мероприятий, я всегда подключаю ноутбук к телевизору. Там по-прежнему 16 на 9, и поэтому я не могу пользоваться ноутбук 16 на 10, потому что разрешение немножко меняется, и мы получаем по краям такое сужение визуальное. Это не очень просто статично. Поэтому подбирайте по моментам, которые вам интересны. Вопрос с экономией цены вы можете взять попроще корпус, потяжелее, попроще экран. Главный, наверное, совет по экранам — это 144 Гц и быстрее. Соответственно, IPS, мини-лет, еще какие-то особенности — это уже такие моменты, которые удорожают ноутбук, но дают вам какой-то больше комфорт визуально. Опять-таки, нужно ли вам покрытие sRGB, которое будет передавать цвет правильный, истинный? Не знаю. Мне такой потребности нет. Я могу сэкономить на ноутбуке. Если же для вас строго это необходимо, конечно же, у вас еще появляются дополнительные ограничения по подбору компонентов. Это все всегда индивидуально. Я постарался раскрыть все максимально подробно по ноутбукам. И, собственно говоря, если у вас какие-то будут идеи, мысли, пишите их в комментариях. Обязательно подписываемся, будем следить дальше за контентом и развивать тему, во-первых, того, что касается самих наших компьютеров для софта и, в общем-то, периферии. Будем записывать различные видеоролики, небольшие обзоры и обсуждать дальше цифру, цифровую стоматологию, современные технологии. Все. На этом все, ребят. До встречи. Всем пока. Надеюсь, я помог вам определиться с тем, что взять для себя, для пользования. И желаю успехов. Пишите, какой вы выбрали себе ноутбук, чем пользуетесь или на что смотрите. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok